Ребята, здравствуйте! С вами Алексей, добро пожаловать на моё новенькое видео по игре FernBuds Simulator. Ну и плюс-минус ко всему, можно это ещё отнести и к турист-батс-симулятору. Друзья, сегодня мы с вами посмотрим на новое дополнение для обеих этих игр. И дополнение прямо сейчас крутится перед нами. Это новый автобус Scania Touring. Да, друзья, наконец-таки эта машина появилась, ну либо появится. Не знаю, когда это видео выйдет, скорее всего, до релиза. Но в любом случае ссылки на DLC вы найдёте в описании. И, в общем-то, если вас интересует FernBuds и TouristBuds, перейдя по ним, вы сможете это в DLC приобрести. Ну а сегодня, друзья, со всех сторон я вам покажу, как выглядит, как звучит, как едет и как вообще себя чувствует в этом виртуальном мире этот замечательный автобус. Вообще, ждали мы изначально то, что появится это всё в ETS, все вот эти автобусы. Но, видимо, ещё... Ой, как не скоро мы всё это с вами увидим. Ну ладно, ребят, давайте смотреть. В общем-то, три модификации у нас имеются. Это Scania Touring 121. Это самый минимальный автобус из этой серии. Ну, то есть, самый маленький, самый компактный и, в принципе, такой, наверное, самый-самый популярный. Дальше у нас идёт Scania Touring 129. Здесь уже машина немножечко побольше, но она соблюдает до сих пор колёсную компоновку 4х2. То есть, ну, в принципе, такая достаточно классическая. Но мест посадочных у нас уже больше. Ну и самый большой автобус это Scania Touring 137. Здесь мы уже видим то, что у нас колёсная формула. Ну, я думаю, тут всё-таки идёт, наверное, 6х2х4. По-моему, так она по ETS-овским меркам называется. Если я не ошибаюсь, если что, поправьте в комментариях. Короче говоря, это у нас будет поворотная дополнительная ось, чтобы помогать вот эту огромную задницу заносить в повороты. В принципе, кастом автобуса здесь достаточно стандартный. Давайте посмотрим. Никаких перекрасок нет. То есть, если у вас есть умения, навыки, как в Фернбассе и в Туристбассе перекрасывать автобусы, то вы без проблем с этим справитесь. Итак, друзья, давайте сейчас мы с вами появимся в городе Парижу. И, собственно, наверное, на вот этой, на самой маленькой Scania там немножечко прокатимся. И вообще посмотрим, как он выглядит в игре. Почему я не на самой большой Scania всё-таки поеду? Ну, как бы смысл. Там всё то же самое, просто больше. Всё, ребят, погнали на тест-драйв. Итак, друзья, ну что ж, выбрал, как я говорил в начале этого видео, самую маленькую версию Scania. В принципе, я думаю, опять же, она будет действительно самой популярной. Потому что, ну, она такая компактная, небольшая. Да и, в принципе, то количество пассажиров, которые спавнятся, как в Фернбассе и уж подавно в Туристбассе. В принципе, я думаю, этой машинки будет хватать. Итак, давайте на неё посмотрим, прям со всех сторон. Конечно, весьма у нас такое неудачное место спавна, прям на дороге. Но я думаю, машина нас не собьёт. Ну и давайте сразу, наверное, начнём с морды. Вот так вот ты смотришь на неё, вот чётко, когда становишься напротив неё. Такое ощущение, будто это какой-то спаниель. То есть вот эти вот ушки висят, глазки вот эти какие-то непонятные. В общем, весьма такая интересная, конечно, и очень узнаваемая мордашка у этой машины. Интересно, если будет какой-то рестайл или он уже вышел. Интересно, как будет выглядеть мордаха у автобуса в дальнейшем. То есть будет Scania сохранять вот эти свои фирменные черты, да? Либо она всё-таки, так скажем, пойдёт под копирку грузовика Scania. Ну, вот будет интересно посмотреть. Итак, по классике у нас дверь, соответственно, спереди. Два лючка у нас идёт с правой стороны по ходу движения под багаж. С той стороны у нас таких три лючка. То есть они также откидываются наверх и, соответственно, пассажиры у нас закидывают багаж. А здесь у нас дверь. Эти лючки у нас уже не открываются. Затница тоже, в принципе, такая у него приятная. Очень всё гармонично. Очень здорово всё смотрится. Вот эта вот губа, бровь, не знаю, как это назвать, тоже очень весьма лаконично здесь смотрится. Без неё, наверное, была бы всё-таки не Scania. Так, вот я ещё обратил такую интересную деталечку. Хочу вот обратить ваше внимание тоже на неё. Посмотрите на задний фонарь. Что на левый, что на правый. Ну, вот на примере левого это будет прям очень хорошо видно. То есть у нас идёт стекло. Мы чётко видим то, что оно у нас идёт абсолютно по грани. Но давайте я даже мышкой вам покажу. Вот оно, видите? Это идёт стекло. Оно немножко такое притонированное. А вот под самим стеклом уже идёт фонарь. Ну и весь, соответственно, блок вот того, что там находится. Скорее всего, это всё светодиоды у нас. Блин, круто на самом деле. То есть я не ожидал, что вот в таком даже, казалось бы, стандартном деле разработчики будут заморачиваться. Потому что даже, допустим, в том же ETS'е такого нет. Там это всё идёт просто текстурой. Ну и здесь то же самое. То есть вот это чётко у нас отслеживается. Здесь идёт стекло. Ну и там уже, соответственно, блок парк. Итак, открываем дверь. Давайте пойдём в салон. Ну, здесь, в принципе, реально всё по стандарту. То есть это у нас место водителя, к которому мы вернёмся чуть позже. Ну и, соответственно, салон. Весьма, опять же, стандартный. Ничего нового я тут не вижу. Висит у нас телевизор прямо над входом. Второй телевизор висит у нас в голове нашего замечательного состава. Сидения все чёрные, кожаные. То есть, ну, в принципе, как и должно быть. Единственный баг, который я заметил, это вот в зависимости от того, как мы с вами смотрим, влево-вправо у нас, как видите, меняется почему-то, не знаю, текстура или не текстура. Освещение, короче, меняется. Вот смотрите, вот так вот смотришь светлое, вот так как-то повернёшь, оно тёмное становится. Не знаю, с чём это связано, но надеюсь, разработчики это всё дело поправят. А сверху у нас идут багажные полки. То есть, они у нас вообще никоим образом ничем не разделены. Никаких разделителей у нас нет. Весьма странно. Я не думаю, что в настоящей скане так же. Если так, то это полный бред. Допустим, если пассажир едет и закинул вещи свои там где-то впереди, где-то едет-едет, они у него могут укатиться сюда. Либо, наоборот, при торможении они могут укатиться вперёд. То есть, какие-то перегородки, по моему мнению, всё равно здесь должны находиться. Но их вот реально нет, как бы я не прыгал, я их не вижу. И нет абсолютно никаких бортиков. То есть, может быть, они там совсем-совсем какие-то минимальные, да, но я думаю, что не удержат они в случае чего багаж. Подсветка у нас осуществляется светодиодами. То есть, в принципе, вся машина у нас конкретно на светодиодах. Вот такая полоска прямая идёт. В принципе, стандартное достаточно уже решение для всех автобусов, опять же. Люк у нас тут идёт, что спереди, что сзади. И посередине у нас блок, как я понимаю, это вентиляция, может быть, кондиционер или что-то в этом роде. Снизу здесь у нас туалет, наверное, скорее всего. Хотя нет, эта версия, скорее всего, у нас без туалета. Я думаю, там у нас вход в Нарнию, где, собственно, живут сменщики-водители. Итак, давайте отправимся. Всё-таки мы уже, наконец-таки, на место водителя, на то место, где мы будем с вами находиться постоянно. А что это у меня-то камера включилась. Так, нажмём F9, чтобы закрыть дверь. Отлично. Так, ну, в принципе, я уселся вот так, как меня игра поставила сама. Нормально. То есть, руль у нас вот прям так на уровне. Ты сидишь низко. Ты сидишь чуть-чуть выше, чем в легковой машине, но примерно где-то, наверное, как в джипе, либо в каком-то минивене. И у нас вот эти просто невероятные просторы такие открываются над головой. И немножко действительно становится страшно. Ну, ладно, давайте потихоньку будем разбираться. Итак, что у нас тут есть? Давайте, наверное, мы для начала подадим питание, чтобы вообще это всё у нас работало. Здесь у нас расположен тахограф. Вот, пожалуйста, он у нас включился. Здесь у нас блок управления мультимедиа системой присутствует. Открыть переднюю дверь, открыть заднюю дверь. Здесь у нас включается дисплей. То есть, он у нас установлен снизу, а не сверху. Но это, соответственно, информатор. Вот этот, который болтает по-немецки. Здесь у нас идёт блок управления климат-контролем. 4.1 здесь у нас выставлено. Вообще температура у нас меняется здесь же, по-моему, уже. Да, она у нас меняется или нет? Она вот что-то сама по себе гуляет? Или авто, не авто? Короче, надо с этим разбираться. Потому что вот она что-то реально как-то сама по себе. 3.8, 3.9. Драйвер ФНО, он, ОФ, потому что там слева также ещё присутствует тоже блок климата, где это всё задаётся. Ну, разберёмся. Так, это у нас наклон автобуса. Соответственно, правая сторона у нас либо падает, либо поднимается. Это весь, соответственно, у нас автобус опускается, либо поднимается. Эта клавиша не задействована. Ну, это типа черепашка, как бы, да. Она должна быть включена, как бы, по идее. Но, окей. Это у нас что такое? Это прерыватель массы, наверное, скорее всего. Либо что это? Громоотвод какой-то. Я не знаю, что это такое. Никак это не подписано. И кнопка эта никак не работает. Единственное, только мы сможем отключить систему стабилизации. Подогрев топлива тут у нас не реализован. Дальше приборная панель. У нас сразу горит лампочка ABS ручника. Бак у нас полный, температура. Здесь у нас показывается расход. Да ладно? То есть тут у нас показывается, сколько литров на 100 километров расходует машина. Ну, наверное, так, скорее всего, да. Здесь у нас давление масла, спидометр, тахометр. Огромный и очень-очень-очень качественный бортовой компьютер. То есть здесь у нас показывается только давление в контурах тормозной системы. Соответственно, текущий пробег вообще общий по автобусу 0,8. Температура, по всей видимости, за бортом. Логотип Scania. Здесь круиз-контроль. Режим коробки передач. То есть у нас автомат, здесь нейтралка, соответственно, у нас выставлена. Да, вот, допустим, ставим, переключаем. Здесь у нас идут часы. Подсветка выглядит вот так. Стрелки красные, все остальное белое. Смотрим далее, что у нас слева. Здесь у нас, соответственно, свитч включения оптики головной. То есть вот так вот он у нас переключается. Включается. Очень интересно. Тут клавиша аварийной сигнализации. Здесь у нас вообще, по идее, как бы тип ограничитель круиз-контроля должен там стоять. Но что-то как-то он опять же не работает. Система очистки газов тоже у нас здесь неактивна. Очень много чего неактивно. Здесь у нас включаются передние туманки. Должны они, по-моему, включиться снаружи. Но что-то не включаются. Хотя, в принципе, я их включил. Странно. Ну, ладно. Видимо, после того, как двигатель, наверное, только заведется, а не включится. Здесь, соответственно, задняя туманка. Это проверка чего-то там. Ну и слева, соответственно, ребят. Это у нас опускается шторка солнцезащитная левая. Это у нас опускается шторка солнцезащитная правая. Фанфары. А, то есть это типа там... Ха-ха, интересно такая бразильская тема. Это свет в салоне. Давайте оставим. Смотрите, какая классная текстурка. А вот это как-то не очень. И, блин. Это у нас свет в салоне. То есть, да, как я говорил, по контуру у нас здесь это все дело включается. Выключим пока это дело. Kitchen, Clearance. Это что-то, видимо, там кухня. Вот это вся история. Также включить, отключить. Это кофеварочка. Это свет для чтения. Индивидуально у нас включается. Здесь идет у нас, получается, туалет, Wi-Fi. Все-таки туалет в этой машине присутствует. Ну и, соответственно, окошечко. Здесь у нас включается кондиционер. Можем, допустим, здесь выставить 22 градуса. Это у нас ничего не работает. 230 вольт. Непонятно, зачем это здесь нужно. Это у нас закрыть, либо открыть, соответственно, ящики багажного отделения с правой стороны. Это то же самое делает у нас слева. Все, больше ничего, ребята, здесь не работает. И вот смотрите, какие классные фонари светодиодные. Оно круто же выглядит. И вообще вся вот техника, светотехника в машине светодиодная. Очень прикольно выглядят эти полосочки. Ну, прям просто красота. Итак, руль тут у нас нерегулируемый пока что. То есть, единственное, мы, наверное, только сможем что сделать. Или регулируется у нас руль. Нет, здесь руль не регулируется. Сядем, наверное, немножечко вот так вот повыше. И немножечко... Нет, вот это мы восстановим. Это, в принципе, тоже меня устраивает. Я бы просто подальше как-то сел. Вот здесь это, наверное, делается. Вот так. Отлично. Все. Мы сели немножко подальше. Все это дело закрываем. Запускаем автобус. Свет у нас пусть горит. Пусть немножко посветлее здесь у нас будет в кабине. А то видос темный получится. Вы будете жаловаться опять, что ничего не видно. Так, зеркало салонное у нас выключено. Оно у нас не работает. Там только, по-моему, оно в ультра настройках включается. И очень-очень сильно жрет FPS. Это еще с альфа-тестов помню. Как туда посмотришь, сразу все падает. Но так пока в районе 60 нормально. Так, ну что. Давайте будем отправляться. Как у нас там по звукам? Ну, отдаленно что-то с Канию напоминает. Тут какие-то есть такие нотки здесь с грузовика. Так, ребят. Ну что, поехали. У нас нет, в принципе, никакого маршрута. Мы просто сейчас будем с вами кататься по Франции. Звук поворотников. Интересный такой достаточно. Не знаю, куда еду. Просто еду, куда реально глаза глядят, чтобы немножечко почувствовать машину. Но вообще вот так вот ты сел. Вот я так тоже сейчас прям так уселся. И чувствуешь себя как будто все равно в грузовике. То есть это не автобус, а это как будто грузовик. То есть есть такое ощущение. Но в то же время ты сидишь немножко ниже, нежели чем в грузовике. То есть вот я вижу крышу легковушек. То есть у меня взгляд вот как раз попадает именно туда. Ну, на ходу. Обычная, в принципе, машина АБС у нас, пожалуйста, работает. Слышали сейчас? Протормозила она меня. Хоть вроде и не скользко, да? Снега у нас тут нет, но машинка меня оттормозила. Вот, пожалуйста, еще раз. АБС срабатывает. Также, конечно, все это сразу отдает на руль. Зеркала работают. Что левое, что правое. В принципе, все хорошо, годно, интересно. Ну, едем. Нормально. Не знаю, прям все автобусы здесь, ребят, по физике одинаковые. То есть каких-то прям таких вау-ощущений не возникает абсолютно. Немножко другое есть от Toyota Cruiser, вот этот BB40, да? То есть он тоже совсем скоро уже должен выйти для фернбаса. Для туриста так он уже, по-моему, вышел, кстати. Для фернбаса вроде как вот он должен выйти. У меня, если вы видели в начале видео, вон там уже есть вкладочка. Вот это присутствует. То есть там, да, как-то ты уже себя более фривольно ощущаешь, потому что это маленькая машина. И ты как-то уже вот раз-раз-раз. И в туристе прям она просто идеально заходит. Здесь я не знаю, будет ли спрос на эту машину. Но вот в туристе прям будет она реально крупно смотреться. В общем, ребят, давайте будем выметаться из автобуса. Вот здесь вот так вот красиво встанем, перегородим нахрен просто всю дорогу. И будем делать выводы. Ну что ж, друзья, в принципе, достаточно такой неплохой автобус получился. Как по качеству, так и по звукам, так и, в принципе, по самой 3D-модели. Единственное, что меня немножко напрягло из багов, да, то есть это вот мерцание вот этой вот тени на полу в салоне. И вот я буквально сейчас заметил то, что как бы там тени-то нет вроде бы под машиной, да. Ну ладно, как бы сочтем это за то, что солнце прямо сейчас нам в лоба шлупит. И поэтому как бы под автобусом у нас светло. Ну а так, в общем и целом, круто, что эта игра развивается. И круто, что вообще эти обе игры развиваются. Разработчики добиваются своих целей. Они берут лицензии, им дают лицензии, что самое важное. Прям реально молодцы, красавчики. И я горжусь, что ли, не знаю, что вот эта игра развивается и становится интереснее. И даже страны новые добавляются. Очень круто. Все, ребят, на этом все. Пишите в комментариях ваше мнение по этому автобусу. Ссылочки на эти автобусы будут в описании, как для фермбаса, так и для туристбаса. К сожалению, не знаю, когда это дополнение выйдет в релиз. Поэтому мониторьте, добавляйте в избранное. И если вас это заинтересовало, то покупайте. Еще раз напомню, если у вас есть две игры, можете купить дополнение для одной. И она у вас появится в двух играх. Вот такая история. Ну а если, допустим, у вас сейчас есть фермбас, а туристбас вы докупите потом. И купите для фермбаса сканию сейчас, то все равно потом она у вас добавится для туриста. То есть очень круто, очень здорово. То есть вы покупаете один автобус на две игры. Нереально круто. Все, ребят, спасибо вам всем огромное за внимание. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Ну а с вами был Алексей. Желаю всем хорошего настроения. Всем огромной удачи и пока. И еще увидимся.